Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Григорий Андреанов, и сегодня я расскажу вам о новинке книжного фонда Дворца Книги. «Стража-стража» — роман в стиле юмористического фэнтези английского писателя Сэра Терренса Дэвида Джона Пратчета, известного более как Терри Пратчетт, между прочим, мой любимый писатель. Итак, из-под пера Пратчета вышло более 70 произведений. Его книги были напечатаны в различных странах, и их суммарный тираж составил более 50 миллионов экземпляров. Но наибольшую популярность Терри Пратчету принес цикл произведений о плоском мире. Его произведения экранизируют, по его произведениям ставят пьесы, ставят спектакли, делают настольные игры, компьютерные игры и так далее. В феврале 2009 года британской королевой Елизаветы Второй ему было присуждено рыцарское звание, но при этом он оставался офицером ордена Британской империи. «Стража Стража» был написан в 1989 году, а в 1990 году литературный журнал «Локус» номинировал его на престижную литературную премию, которая также называлась «Локус». В наше время залатанный барабан пользуется заслуженной славой самой разнузненной таверны плоского мира. Весьма характерен тот факт, что после недавнего вызванного необходимостью ремонта новый хозяин таверны провел не один день за восстановлением оригинальной патины, грязи, копоти и прочих менее поддающихся идентификации и веществ, что покрывали местные стены. Также он купил у заморских торговцев не меньше тонны предварительно сгнойного камыша, которыми и устелил пол. Засегдатые барабаны представляли собой типичное сборище героев, головорезов, наемников, зарвиголов и негодяев. И лишь очень-очень внимательный наблюдатель смог бы определить, кто здесь к какой категории относится. Толстые кольца дыма плавали в воздухе и, видимо, очень не хотели прислоняться к стенам. При появлении стражников разговоры несколько поутихли, но затем вернулись к прежнему уровню громкости. Два закадычных приятеля призывно замахали Шнобсу. Тут Шнобс заметил, что Марков чем-то занят. «Что ты там затеваешь?» — раздраженно осведомился он. «Никаких разговоров о матерях, ясно?» «Я делаю заметки», — строго ответил Марков. Купил себе записную книжку. «Держи билет», — Шнобс протянул ему клочок картону. «Тебе здесь понравится. Я сюда каждый вечер заглядываю, чтобы перекусить». «А как пишется слово противозаконное?» — спросил Марков, переворачивая страницу. «Таких слов я даже не слышал никогда», — отозвался Шнобс, прокладывая себе путь сквозь толпу. «Редкий случай, словно что-то толкнуло его, и на Шнобса вдруг накатил прельв щедрости. Что будешь пить?» «По-моему, это не слишком уместно», — поднял брови Маркову. И потом крепкие напитки превращают человека в посмешище. Вдруг Марков ощутил на себе чей-то пронизывающий взгляд. Он оглянулся и уставился в большое, ласковое, мягкое лицо орангутана. В дом сидел за стойкой, перед ним стояли пинтовая игрушка и миска с арахисом. Также по этой книге был сделан радиоспектакль BBC на радио BBC 4, и выпущен комикс, и поставлена пьеса. Эта книга является восьмой книгой из цикла «Плоский мир» и первой из подцикла «Остражи». И вот что Терри Пратчетт рассказывает. «Плоский мир» возник как противоядие к плохому фэнтези, поскольку в конце 70-х жанр фэнтези претерпел большой всплеск. И очень многое из него этого было вторично. Авторы не привносили в жанр ничего нового. Пара первых книг нарочито пародировала фрагменты творчества других писателей. И хороших писателей. Потому как именно хорошего автора читателю легче распознать. А, так это и Зен МакКефери. У меня быстро связывалась воедино некая согласованная фэнтезийная вселенная, и фокус был прост. Пусть действуют люди. Я помню, как журнал Мэтт описал Флинстону. Динозавры из прошлого в 65 миллионов лет вкупе с идиотами из сегодняшнего дня. Я старался сделать нечто подобное и с плоским миром. Не все персонажи этого мира полностью современны, но они узнаваемы для нас. Их заботы очень схожи с заботами людей 20 века. Дружелюбно подняв кружку, он поприветствовал Моркоу, а затем сделал глубокий и шумный глоток. Нижняя губа его свернулась в нечто вроде обхватывающей воронки и произнесла неприличный звук. Моркоу пихнул Шнобса локтем. Это же обез... Начал был он. Заткнись, рявкнул Шнобс. Забудьте это слово. Это же библиотекарь. Работает в университете. Всегда заходит сюда перед сном, чтобы опрокинуть кружку другую. И посетители не возражают, с какой стати удивился Шнобс. Он ничем не хуже остальных. Сидит, выпивает, сам драку не лезет, но если что, спуску не дает. Моркоу принялся рассматривать человекообразное. Масса вопросов настойчиво требовали ответа, как то, где эта зверюга держит свои деньги. Библиотекарь поймал этот взгляд, но истолковал его неверно и мягко потолкнул направление юноши тарелку с арахисом. Выпрямившись во весь рост, Моркоу сверился с записной книжкой. Всю вторую половину сегодняшнего дня он посвятил чтению законов и постановлений. Время было потрачено не зря. Кто собственник, обладатель, арендодатор или хозяин этого помещения? Осведомился он у Шнобса. Чего, переспросил коротышка? Хозяин? Я так думаю, сегодня тут заглавнув Чарли, а что? Он указал на крупного грузного мужчину с лицом, покрытым сетью морщин. Обладатель лица прервал свои увлекательные занятия, заключавшиеся в более враномерном распределении грязи по бокалам с помощью мокрой тряпки. Изговорщицкий подмигнул Моркоу. Чарли, это Моркоу, представил Шнобс, обитает у Лизы. Ты и вправду там поселился, удивленно приподнял брови Чарли. Моркоу прокашлялся. Если ты здесь главный, громко выразительно произнес он, то я обязан проинформировать себя, что ты задержан. Задерж что, дружок? Спокойно переспросил Чарли, не прекращая полировать бокалы. Задержан, продолжил Моркоу. По подозрению следующих обвинений. Первое. 18-го Грюня или около того, в месте под названием Залатанный барабан, расположенного в Филигранной улице, ты А подавал или Б приказывал подавать крепкие спиртные напитки после 12 часов ночи, вопреки правилам работы общественных пивных заведений, содержащихся в акте от 1678 года. Второе. 18-го Грюня или около того, в месте под названием Залатанный барабан, расположенного в Филигранной улице, ты подавал или приказывал подавать крепкие спиртные напитки в емкостях, отличных от указанных вышеупомянутым актом. Третье. 18-го Грюня или около того, в месте под названием Залатанный барабан, расположенного на Филигранной улице, ты допускал внос посетителями незарегистрированного холодного оружия с длиной лезвия, превышающей 7 дюймов, что противоречит разделу 3 вышеупомянутого акта. И четвертое. 18-го Грюня или около того, в месте под названием Залатанный барабан, расположенного на Филигранной улице, ты подавал крепкие спиртные напитки в помещении, очевидно, не могущим быть лицензированным, как приспособленное для продажи и или потребления вышеупомянутых напитков, что также противоречит разделу 3 вышеупомянутых акта. Воцарилась мертва тишина, во время которой Марку перелиснул страницу и продолжил. Также я обязан поставить себя в известность, что намерен представить суду присяжных соответствующие улики с тем, чтобы они рассматривались с точки зрения предъявления обвинения по нарушению акта об общественных собраниях от 1567 года, а также актов о лицензированных помещениях от 1433, 1456, 1463, 1465 годов и с 1470 по 1690 год. Стража-стража — это история развития городской стражи от безнадежных мужчин до могучей силы, которая встанет на страже Анг Морпорка. Глава этой стражи его зовут Сэммир Ваймс, и он встречает на своем пути различных зомби, оборотней, драконов и других фантастических существ плоского мира. Еще один герой этой книги — Марко Железобетонсон, человек, которого вырастили гномы. Однажды его нашли на обочине дороги, его всю семью перебили разбойники, и он один, к сожалению, остался в живых. Но когда Марко достиг совершеннолетия, тут родители решили ему открыть правду, и он узнает, что он, оказывается, не гном, а человек, и его отправляют на службу к людям в городскую стражу, соответственно, Анг Морпорка. И Марко был первым за многие годы добровольцем, кто сам захотел служить в городской страже. Просто гномы не знали, что с тех времен стража пришла в полный упадок. И этому факту, что он был добровольцем, удивились невероятно не только в самой страже, но и в целом городе. Герои противостоят коррупции, тайным обществом, которые хотят свергнуть правительство, и даже настоящему дракону. Он глянул в окна библиотекаря, который мгновенно учуял опасность и, довязь, торопливо осушил кружку. Акты о домашних и о домашних животных от 1673 года. «Да здравствует справедливость!» Последующая за это тирадой пауза так звенела от ожидания. Собравшиеся, затаив дыхание, гадали, что произойдет дальше. Чарли бережно поставил на стойку бокал, пятна на котором были размазаны до зеркального блеска, и посмотрел на Шнопса. Шнопс пыжился изобразить, что пришел сюда совершенно один и абсолютно никаким образом не связан с личностью, стоящей рядом, и почистил случайность одетый в точно такой же мундир. «Какой такой суд присяжных?» воззрился он на Шнопса. «И вообще, разве суды еще существуют?» Шнопс испуганно поежился. «Новенький, что ли?» нахмурился Чарли. «Сопротивление только у сугубитого вину», предупредил Марко. «Пойми, против тебя я ничего не имею», объяснил Чарли Шнопсу. «К нам сюда недавно один волшебник заглядывал и рассказал нам кое о чем. О такой гнутой штуковине, которая отлично мозги вставляет. Ну, как ее?» Лесо Чарли приняло глубокомысленное выражение, словно он что-то вспоминал. «А, вот, вспомнил. Кривая усвояемости. Так вроде. Детрит, ну-ка тащи сюда свою каменную задницу». Каждую ночь примерно в то же время в золотом на барабане, а чью-нибудь в голову разбивается бутылка. И нынешняя ночь не стала исключением из правил. Капитан Вайн, сломя голову, несся по короткой улице. Слезав за капитаном, слабо протестуя, ковылял сержант Колон. Шнопс, прыгая с одной ноги на другую, поджидал их возле барабана. Капрал Шнопс обладал уникальной способностью. В минуту опасности он мгновенно переносился из одного места в другое, без видимого пересечения разделяющего их пространство. Даже телепортация не умела работать так быстро. Он там дерется, заикая, сообщил Шнопс, схватая капитана из рукав. Что, один не понял капитан? Нет, со всеми сразу, прокричал Шнопс, продолжая скакать с одной ноги на другую. О-о-о. Совесть подсказывает, вас трое. Он носит тот же мундир, что и ты. Он один из твоих людей. Вспомни беднягу Гаскину. Но другая часть мозга ненавидимая часть. Часть презренная, но именно благодаря ей он прослужил городской страже целых десять лет и был по-прежнему жив. Так вот, эта часть мозга тут же возразила, не стоит вмешиваться, это невежливо. Подождем, пока они закончат, а затем поинтересуемся, нужна ли ему помощь. Кроме того, политика городской стражи не одобряет вмешательства в драке. Гораздо проще появиться при самом конце и арестовать всех валяющихся на полу. Раздался звон. Из ближайшего окна, окруженный блестящими осколками, вылетел оглушенный боец и приземлился на противоположной стороне улицы. Вот что говорят читатели о романе «Стражи-Стражи». Прекрасно. Мое первое знакомство с плоским миром и сразу весьма удачное. О времени без героев и о героях без времени. Или Пратчет прекрасен и удивительным. И циничен до невероятности. И чем больше ты его читаешь, тем больше убеждаешься в этом. Как же это чудесно, когда еще столько книг не прочитано, не перечитано. «Стража-Стража» — книга, подарившая уйму позитива. С самого начала Терри Пратчет покорил своей иронией и сарказмом. Но больше всего меня зацепили герои, ведь каждый из них прекрасен. Пратчет — это смешно, просто и интересно. Но, что самое важное, за всей этой простотой скрывается неплохой, завернутый в отличный окружающий мир смысл, а с ним и мораль. Щепотка философии, высмеивание всех видов клише. «Плоский мир» — это справедливая, меткая и потому немножко грустная сатира на современное цивилизованное общество. Терри Пратчет великолепно смешивает ядовитый сарказм и грустный лиризм, а его нелепые, забавные герои очень красиво существуют между собой. И потому они совершают невероятные поступки, и у них это, может быть, иногда получается. Несмотря на ядовитый сарказм, который проскальзывает в произведениях Терри Пратчет, он все-таки верит в разумное, чистое, светлое. Его негероические герои через оказываются в нужное время, в нужном месте и через «не могу», «не хочу» или «не буду» совершают, ну, почти то, что нужно. И получается, ну, хорошо. Книги Терри Пратчета являются светлыми, добрыми, несмотря на свой ядовитый сарказм и некоторую циничность. Как герои справляются со своими проблемами, вы сможете прочитать в книге, которая доступна в Центре чтения Дворца Книги. А вы читали Терри Пратчета? Делитесь в комментариях. Кстати, в данный момент по мотивам этой книги в Англии на студии BBC снимается новый сериал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова